В северном пригороде Хабаровска в ДТП попал житель села Нагорного. Его машина перед тем, как опрокинуться на бок, повредила еще и гибридный автомобиль. Toyota Prius, в отличие от микроавтобуса, никуда не ехала. Водитель припарковал и на морку у обочины. Того, что сзади по склону к нему приближается неуправляемая Toyota Taunace, мужчина не видел. Зато 60-летний водитель микроавтобуса вовсю вел борьбу с дорогой и непослушной машиной, катящейся под уклон. Меня занесло оттуда. И как стало мотать. Дорога нечищена, один лед. И у меня вот с задними местами, короче, стукнул его, и он меня опрокинул. Выбраться из лежащего на боку микроавтобуса водителю помог шофер гибридного автомобиля. Травм ни один, ни второй не получили. Своей вины сельчанин не отрицал, но сетовал, что проезжую часть, которая в этом месте напоминает горный серпантин, дорожники могли бы и посыпать песком. Наглядный пример – устоять на заледенелом спуске проблематично даже для человека. Что говорить о машине, весящей более тонны. Автобус тяжелый, как бы неусловно по асфальту. Один, вот видите, с нами посмотрите. Ну что, видите, лед. Копаться можно? Конечно. В аварию автолюбитель попал по пути домой. Из города он вез живых кур. Чтобы ни сушки не замерзли, их водитель отправил в село на машине знакомых. С места происшествия Денис Коршунов, Мария Склярова и Виталий Векслер. ПОЁТ. Продолжение следует... …в bridging рамы…